Здесь используется два вида материалов, чтобы вы понимали. Да, правильно. Вот здесь вот используется изолон, здесь используется фоамиран глиттерный. Прекрасно сочетаются два вида материалов. Мы на самом деле за вас протестировали уже всё. То есть мы практически все материалы, какие есть на рынке, использовали. Ну, может быть, кроме золотой подложки, про которую вы говорите. Да, подложка. Смотрите, подложка, она, я могу сейчас сказать, два миллиметра, например, или три. Вы идёте в магазин и трогаете, она тряпочка. Да, реально подложка настолько отличается, её надо щупать. Ну, то есть вы идёте, и чтобы у неё была нормальная плотность. Ну, то есть она не была совсем вот, ну, прямо целлофан-целлофан. Иначе вы возьмёте даже трёхмиллиметровые, а они будут настолько прозрачные, настолько жидкие. То есть она прямо отличается. Я за то, чтобы брать поплотнее, побелее. Поэтому толщина тут просто на вас на ощупь. Да. Розовый цвет. Мы будем их дорабатывать, потому что мы поняли, в чём есть ошибки, протестировав. Ну, тут в целом они окей, просто красивые, всё классное. Но есть некоторые косяки, которые мы всегда перед тем, как снимать мастер-класс, мы устраняем все ошибки. Вот именно такую красоту вы научитесь делать. Представляете, подробно выкройки, корсет, головной убор, крылья, всё, юбка, всё продумано до мелочей, всё снимается, собирается, стыкуется. А самое главное, что использовано большое количество различных материалов. Представляете, вы, научившись делать такой образ жар-птицы, вы можете потом это использовать в разных цветах, другие формы делать, абсолютно разные костюмы. Я даже могу вам сказать, что таких мастеров, которые умеют создавать такие шедевры, их просто единицы. А рынок большой, потому что постоянно проходят мероприятия, постоянно какие... в каждом даже маленьком городе это есть. А бывает, что берут и для фотозоны, и для фотосессии одновременно. То есть, ну как, фотозоны и фотосессии это... ну, фотосессии это когда не праздник, а, например, прям в фотостудии фотографируется. А бывает, что фотосессия на празднике. И, например, фотозона с баннером, с каким-то, с пайетками, по бокам могут стоять даже ростовые цветы, а крылышки просто выдаются гостям для того, чтобы с ними фотографироваться. Их покупают на фестивале, их покупают на показы мод, их покупают в танцевальные студии очень хорошо, их на конкурсы красоты, на разные... на конкурсы талантов, ну и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы, например, у меня одна ученица оформляла клип для одной известной певицы, делала крылья. То есть, я думаю, что вы крылья много где видели, да? Виктория Сикрет славится тем, что у неё показы мод, обязательно в них модели ходят, ангелы Виктория Сикрет ходят с крыльями разных форм, конфигураций, размеров. Когда вы идёте в какой-то творческий бизнес, вообще в какую-то новую тему, только ради денег, то вы долго не протянете, друзья мои. Это надо любить. И теперь по-честному, прямо сейчас скажите, а вы действительно любите работать руками? Или вы сюда пришли для того, чтобы, а, я хочу тоже, как Оля, просто много зарабатывать, ездить путешествовать семь раз в год, машину себе новую купить. Я вот для этого пришла. Вот давайте только честно. Если вы пришли только ради денег, вы далеко на этом бизнесе не уедете, потому что здесь правда нужно любить. Нужно, вот как написала Алина, что это один из любимых МК на курсе, что там столько новых материалов, что это настолько интересно, что хочется в этом во всё погрузиться, попробовать. А самое главное, подключить свою фантазию, сделать что-то авторское. И вот здесь очень важно себе признаться. Если честно, я ленивая жопа, и я вот это всё не люблю, а можно мне полегче? Полегче, пожалуйста, можно стать сетевым каким-нибудь распространителем, не знаю, там, продавать что-то, какую-то продукцию, я это сейчас не стебусь, я с уважением к любому, ну, пожалуйста. Можно пойти просто в найм работать, можно в услуги какие-то пойти, стать парикмахером, мастером по маникюру. Это всё только не просто тоже, работать с людьми, сидеть с согнутой головой, спиной. Я просто не знаю, где ещё такую отдушину люди получают и так выплёскивают свой творческий потенциал, его реализуют так масштабно, как в декорациях и в крыльях, как вот в нашем бизнесе. Всё остальное как будто мелковато, не обесцениваю сейчас, вот я много чего пробовала. Ну, школа это, у меня школа, понимаете, у меня не какой-то баз, ну, знаете, там, типа уроки на коленке снятые. У меня профессиональная школа, где вы научаетесь создавать разные формы и так далее.